Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Атлас и наконец-то сегодня мы будем приручать Носорога. Ну, я надеюсь, если мы найдем приемлемого уровня, вот, попробуем приручить... 16-го ходят Носорожек. Проблема с Носорогами сейчас в том, что с повозкой убивать их накладно, у них довольно большой радиус атаки, и они ломают нам нашу повозку. Очень неприятно, конечно, я уже третьего тут грохнул, и под повозкой наверняка ничего не осталось, надо ее или сейчас чинить, или отказаться от нее на время, может быть, тоже как вариант, я даже не знаю. Вот, давайте сейчас посмотрим, мы тут волокно, да, катончик получаем, давайте, может быть, я сейчас соберу немного материала, чтобы починить пока что повозку. Я не на запись немножко покопал, естественно, собрал ресурсов там, сколько нам было нужно примерно, ну, с запасом небольшим, да, ну, я так, как уже говорил в прошлой серии, опять же, я не знаю, в прошлой серии довольно сумбурно получилось, и я не знаю, что там на записи попало, что не попало, потому что были и проблемы с записью, и серия получилась очень длинная, ее можно было, наверное, и, может быть, даже нужно было разделить на две части, но я решил оставить все в одной, да, и строительство Бригантины, и путешествие на ней довольно долгое получилось, и мы, в принципе, интересные, и пиратские корабли там были у нас, и, ну, в общем. Я это к чему? К тому, что серия, как я уже сказал, сумбурно немного получилась, и я не совсем знаю, что там на запись попало, а что не очень. Ну вот, я, как в той серии говорил, собрать хочется ресурсов нужное количество для строительства легендарной верфи. У нас нет чертежа легендарной верфи, но вдруг появится, может быть, не легендарная, может, качеством пониже. Мифическая, как бы, не особо интересно, но вот если будет легендарная, да, то будет то, что нужно. Блин, носороги эти. Но у нас, да, сегодня будет серия по ремонту телеги и убийству носорогов. Я вчера вечерком зашел тут покопать немного ресурсов, пособирать именно, да, вот этих вот уникальных на этом острове, которые, чтобы было разнообразие для строительства, опять же, каких-то легендарных построек или крафтов легендарных там. Металла немного собрал, камни, дерево, соломы, волокна. Причем здесь, как я понимаю, два вида волокна. Вот этот катончик, да, он, он, катон, они выглядят как просто файбер на этом, на фрипорте, но это именно катон, и он как раз считается за нужный материал для крафта при, ну, для разнообразия материала при крафте каких-то необычных чертежей. Ну, и здесь есть, этот, джут, да, джут, что тоже является волокном и тоже, как бы, подходит для того же самого разнообразия, да, у нас повреждения весьма сильные. Интересно, если я сейчас буду бить этого носорога, носорожек, что ты мне скажешь? Он, по идее, стукнет, а он, нет, стукнул один раз. Продолжится ремонт дальше? О, ремонт дальше продолжается. Меня это радует, в принципе. Плюс немного шкуры с носорогов и костей соберем, тоже полезно. Домой будет увезти. С грузовыми вот этими контейнерами очень неплохо. В корабль помещается много всего. Ого. Вот это вот очень плохо. Альфа носорога я не осилю, я уверен на 100%. Разве что застроить его каменными какими-то строениями и запинать там из арбалета как-нибудь. Но это будет очень плохо. Мне кажется, что... Или надо приручать будет носорога где-то дальше, а не возле кораблика нашего, как я планировал. Или... Я даже не знаю. Жарко становится. Здесь днем очень жарко. Плюс... Тепловые... Температурные такие события случаются. Как тепловые волны нападают. Можно и от жары откинуться. Плюс пить очень хочется. И это проблема, потому что... Воды у нас не так много. Ну еще одна проблема это львы, которые здесь есть. Но они вот вроде там все сидят. И я к ним туда не хожу. И вроде пока нормально было. Пойдем сейчас вот через эту горку. Нашел здесь кристаллы на вот этих вот горах. На них можно забраться кое-где по-нормальному. Не залазить именно, да. Просто зайти. Но и там рядышком пиратские базы. Поэтому мы туда пока не пойдем. Я чуть-чуть там копнул кристаллов сотенку. Кристаллы не так сильно расходуются пока что. Поэтому я насчет кристаллов не особо заморачиваюсь. Были бы... Двенадцатого уровня. Были бы гемы, я бы собрал бы гемов. Потому что гемов нужно очень много. Блин, как же я вот жалею. Я вчера, да, говорил, не говорил, я уже не помню сам. Решил немного покопать. И видел носорога девяносто шестого уровня. Девяносто... Не девяносто шестого, семьдесят шестого. То есть как раз вполне на четыре уровня меньше, чем идеально для приручения. Было бы очень неплохо его таким приручить. Но я решил, что все-таки буду приручать на записи. И уже об этом жалею. Уже об этом жалею. Но может еще найдем. День у меня только начался. Я все равно еще как бы болею. Много записывать не могу. Я сейчас просто нажму на паузу и буду пить чайок и искать носорога. Главное, опять же, не напутать с паузами. В любом случае, пока пойду за кофейком, я из игры выйду. Сидеть здесь смысла нет никакого в игре. Потому что здесь очень жарко. Как я уже говорил, воды у нас немного. Ну и эти альфы как раз диспавнятся. Заспавнятся какие-нибудь альфа-львы, которые нам все поубивают и всех, и корабль нам разрушат. Будет смешно. Будет смешно. Но здесь вот вроде я по этому кругу хожу и вроде львов не видел. Давайте еще вот туда пойдем. В ту сторону. И там пиратский корабль патрулируют. Я к нему не ходок. Мы попробовали на зубок пиратский корабль в прошлой серии. Больше я пока не хочу. Пусть какие-то обновы там фиксы сделают. Потому что это пока что-то вообще не то. Пальто. Давай, забирайся. А, еще здесь часто встречаются невидимые деревья. В прошлой серии мы как раз застревали. И я уже понял, что это деревья. Потому что их можно рубить. Сейчас мы немножко в эту сторону пройдем. Посмотрим, не спавнятся ли тут носороги. Тут-то где-то пиратчики, да, там виднелись. И тоже 9,5 очень жесткие пираты. Давайте, может, зайдем наверх на горку. Я же говорю, тут горы такие, на которые можно удобно весьма забираться. Вот эти я смотрел, гуглил, что это за животные. Типа верблюдов, да. И они как... Переносной источник воды такой. Не источник, а резервуар ходячий для воды. Могут собирать воду своим хоботом в... В этом... Просто вот в зеленой траве, так как мы копаем, да, лопатой. Также они могут собирать воду таким образом. И... Можно из них ее потом набирать как-то. Что как бы вроде интересно, но... Не слишком полезно. 16-го левела носорожек. Ну ладно, я хотел, наверное, пройти немного дальше туда по... Берегу, посмотрим. Ооо, уже жара какая. Надо вниз спускаться, мы сейчас тут коньки отбросим. Уже здоровье, по-моему, уменьшается. Надо в тенек идти. Овечка какая-то подглючивающая немного. Муравьи неинтересно. Да, здесь менее жарко. Вот вроде как бы кораблик небольшой, да, это у нас... Какой там получается? 20-й уровень у него. Ну и сам кораблик такой простенький по классу своему. Но... Если он тоже бессмертный... М-м-м-м-м... То... Да. Все, конечно, очень весело. Но он вроде к нашей бригантине не подплывает. Я смотрел так. Прикинул, где можно было бы остановиться. И вроде тут норм. Так, хорошо. Я больше ничего интересного не вижу здесь. Пираты все равно стреляют. Пойду я за кофем. И будем дальше искать носорожков себе. Как я уже говорил, вроде я хочу, может быть, двоих приручить или не говорил. Но, в общем, чтобы мальчик и девочка в идеале более-менее высокого уровня. Чтобы можно было подумать о потомстве носорожьем. Мне бы хотелось вывести себе какого-то хорошего такого носорога. Но тут уже посмотрим, как оно там пойдет. Вроде носорогов немало, да? Единственное, убивать их всех проблематично. Ну ладно, все. Пошел я за кофем. Кстати, давайте ворону попробуем приручить. Я не знаю, как это еще работает. Но, вроде как, мы можем накинуть на ворону клетку. Я вот как раз взял. Чем мы ее приручать будем? Кстати, ее, наверное, червяками я не посмотрел. Черт. Ну, вроде можно ягодами приручать. Мишаня, у тебя есть ягоды? О, нету. Так. Тут хорошая ворона. Она уже улетела. Ладно, поищем. Червяками нужно приручать, чтобы максимальную скорость получить приручение. Ну или этими... Просто ягодами можно приручать. Я что-то сначала подумал, что, наверное, ягодами нельзя. Еще я заметил, что из носорогов, которых я убиваю, постоянно выпадает костный мозг. Будет интересно посмотреть... О, там их двое. Будет интересно посмотреть, что из костного мозга мы можем готовить. Так, а где твой... Друг? Вот, друг. Ой. Плохие у тебя друзья. Давайте мы починим. Так. А ворон тут как? Четвертого левла не особо интересно. Я, наверное... Все-таки, да, буду бить. Двадцать восьмой уровень, мне кажется, очень маленький. Нам бы что, повыше? О, хорошее место у нас почти. Даже не получаем урона. Вон, кстати, еще на той горе носорог. Надо глянуть. Так, хватит. Восьмого. Был бы уровнем повыше, я бы за ним пошел бы. Так, вот мой ворон шестидесятого уровня, которого я хочу попробовать приручить. Шестидесятый уровень меня вполне устраивает. Где он делся? Вот он. Тихо. Опа. И теперь он в клетке. А ты, друг, двенадцатый. Хорошо, но этот двенадцатый наверняка на меня может сагриться. И нам надо как-то аккуратненько сбивать ему хп. Давайте я сейчас... Я взял с собой арбалет. Мы арбалетом избавимся от вот этого товарища. Перезарядим. А теперь надо как-то аккуратненько попинать вот этого друга. Так, у него хп прилично. Я думаю, мы можем его бить. Может быть, даже с саблей, я не знаю. Давайте попробуем разочек ему. Ого. Он гораздо более живучий, чем я предполагал. Так. Болос. Ага. Так. Тихо, тихо, тихо. Я промазал, типа? Хорошо. Молодец. Ого. Мы будем приручать его долго. Этими ягодами, да, это, конечно, не черви. Червей накопать, наверное, здесь не получится. Мне так кажется. О, не-не-не-не, ты что, клетку открывать? Закрыть клетку. Лишь бы какая-нибудь змея не подползла за это время. Так. Я хочу посмотреть. Через сколько он начнется, я хочу посмотреть? Ну, что-то я этого не вижу. Или я уже забыл, куда смотреть надо. Ну, нормально, вроде лежит пока, да? Хорошо. Лишь бы его не убить при попытке оглушить в следующие разы. Но так-то нормально. Нормально себе так приручается. ХП довольно много. Сабелькой хорошо его можно пинать. Вроде пока никто не мешает здесь. Достаточно спокойно на берегу. И он долго довольно лежит в отключке. Я успеваю за... Ну, на 25% его приручить фактически за время его отключки. То есть мне нужно будет еще один раз его болсом... Это самое, да? И все. И все. У нас будет ворон, который будет бафать нам интеллект. Это довольно полезный... Пэт. И надо попугая еще, конечно, будет приручить. Единственное, что как бы его нужно будет дома только держать и брать, когда мы будем что-то крафтить и все. Он будет такой домашний зверь. Да и мне кажется, любое существо на плече будет домашним зверем, потому что... Если тигр схватит, то как бы скорее всего мы умрем. И вместе с нами умрет и тот же ворон, да, если он будет с нами. Так, лошадка... Не кипишуй. Включим свет. Как же хорошо с этим, да? С серебряной краской. Вообще странно, что... Чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Вот мне что не нравится, так это то, что мы можем случайно клетку открыть. Это мне совсем не нравится. Так. Мы запросто можем пару ударов сделать с саблей. Давайте, кстати, мяско пожарим. Сделаем здесь костер на берегу пока. Чтобы... А, я уже сделал одно мем. Один костер. Давайте два поставим. Чтобы не выбрасывать просто мясо, мы этим мясом можем кормить наш экипаж, в принципе-то правильно. Чё, ему даром пропадать. А мы его собираем много. Это я уже много очень повыбрасывал. И мне стало жалко. А нас... У нас народа уже много, и кормить их чем-то надо. Я единственное хотел оставить костный мозг этот на корабле. Чтобы он там лучше хранился. Вообще, надо здесь дверь сделать. Я поставил, да, лестницу вот сзади ещё одну. И мне кажется, надо здесь дверь сделать, потому что из-за крепежей этих контейнеров неудобно сюда залазить. Кстати, я забываю всё время, что дверь у меня с этой стороны тоже есть. Так. Храниться будет 49 минут. Это вот эта вот часть. Нормально будет довольно храниться. И посмотрим, может быть, что из него получится с солью, да? Мало ли. По-моему, костный мозг не засаливают. 36. 36, мне кажется, маловато. Я видел уже тут сороковочку. Но это, наверное... Не. Мало. Надо что-то ближе к 60. А, да, и я лопату тут взял. Хотел попробовать покопать. Хоть что-нибудь. Ну, видимо, где-то не здесь, может быть. Если и можно покопать, то в другом, может, месте. О, мы тут воду можем найти даже, да? Так. О, черви пошли. Сейчас червей себе накопаем. И воды можно попить. Хорошо, я буду знать. Я очень рад, что у нас тут есть фонтанчик с водой. И что у нас есть черви. Черви, кстати, довольно долго живут. За час мы, может быть, найдём кого-нибудь. Кого можно приручить. Чё там лопата? Лопата, кстати, скоро уже. Того. Слейт. Ещё слейт. Ещё слейт. Давай червей, ну. Да что-то один камень копаешь. Сэнстоун. Сэнстоун. Надо, наверное, именно в траве их, да, искать, может. Корни. О-о-о-о. Как быстро лопата ломается. Надо пойти сделать ещё. Интересно, у меня есть шанс выкопать сразу четырёх червей? Как вот мы иногда там четыре дерева, четыре камня выкапываем. Или нет? Соль. Тоже хорошо. И сразу восемь солей. Могу я восемь червей сразу так на лопату навернуть? Стамина закончилась. Да. Не густо. Я, наверное, камень выброшу. Хотя лаймстоун, по-моему, как раз другой тип камня. Но его всё равно слишком мало, чтобы заморачиваться. Слейт тоже другой вид камня. Здесь вот такой вот. Я такого уже накопал. Соли другой немного. Я уже есть хочу, ёлки-палки. Я только поел. Но у нас там мяско жарится. Тоже хорошо. Не, надо пойти куда-то в другое место покопать. Я не знаю. Может вот куда-то сюда, где... Это что было? Удар лопатой, типа. Вот мне кажется, там, где корни копаются, там вы должны черви. О, золото выкопал. Пойдёт. Да, чё-то шар... О, ещё один червь. Мне явно двух червей не хватит, чтобы ворона приручить. Нормального такого. Оп, оп, оп. Ну, давай. Давай три червя. Можно как-то где-то ещё по-другому червей добывать, интересно. Попай, давай. А, тут уже можно воды добыть. Мы не будем играть в игру, чтобы воду не это самое, не переводить. Сейчас передохнём немного, посмотрим, что там. Ну, давай червя. Да, чё-то, конечно. Не, ну, в любом случае, да, найти червей в пустыне уже хорошо. Первая лопата сломалась. Я ещё две взял. Я запасливый. Я знал, что мы так просто не найдём червей. О, три червя сразу. Вот это другое дело. Вот это пойдёт. И ещё один сразу. О, пошла жара. Ещё бы троих. И можно найти приручать, я думаю. У нас четыре, шесть червей, да? Очень недурно. Мы, я думаю, сможем на этих шесть червей бустануть весьма неплохо скорость приручения ворона. Третья золотишка. Я тут так двигаюсь периодически. Мало ли тут как. Вдруг на определённой территории можно только один раз или два там червей копнуть или чё. Мне кажется, просто рандом тут не больше. Ой, ещё одна монетка золотая пойдёт. А вот, кстати, редиска. Дикая редиска и немного семян я получил. И редиска вроде жирафов приручать, ребята мне писали. Если я не ошибаюсь, ничего не перепутал. Но выращенной. Желательно, чтобы скорость была нормальная. Так. Ну, ищем ворон, ищем носорогов. Кто у нас тут? Хм, да. Шестьдесят четвёртый вполне подойдёт. Теперь осталось только решить, где мы его будем приручать. Потому что здесь в кустах как-то не особо хочется. Ну, а с другой стороны здесь тенёк. Хорошо. Ну, мы, наверное, давайте его подтянем к побережью. Единственное, мне не нравится то, что я на побережье грифа увидел. Стервятника. Вот это мне совсем не нравится. Да и тут на побережье тоже не построить нормальную ловушку. Ладно, давайте там мы будем его пытаться приручать. И надеюсь, я его не убью, как ворона нашего. Так. Немного ягод соберём тут. Здесь более-менее ровное местечко. Надо посмотреть ещё только. Нету ли тут на побережье каких-то хищников. Но вроде много животных, значит, не должно быть никого. Ну, и у меня тут есть запас стройматериалов. Я думаю, нам вот такой вот клетки для него хватит более чем. Так, шесть. Клетку тоже делаю деревянной. Это как бы она нам, ну, на постоянной основе тут не нужна, я думаю. Поэтому камень тратить нет смысла. Так. Даже чуть стеночка осталась. И делаем возможность ему сюда забраться. Как мы её делали? Эту возможность. Ой. По-моему, вот таким вот образом. я думаю, он заберётся. Так. Мишаня, ты отходишь немного подальше. И стоишь здесь на пассиве. А пассив у меня вот так. фух, ну что. Ну что, давайте рискнём неплохим носорогом. Что мы с арбалета? Я думаю, у него довольно много будет здоровья. Можно и с арбалета будет его фигачить. Так, это ты. Фух, ну что? Фух. Только он совсем не там, где... Эй, вы-в-в-в-в-в-в-в-в-в! В-в-в-в-в, мишаня. Погоди, ты мне тут не надо совсем Это должен быть подальше заметно Я думаю, мы тут справимся Так Блин, рельеф здесь, конечно, жёсткий Где он делся уже? Вон он, да? Да О, коровка Уходи Ух Давай, 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 давай Не, 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 не Хорошо, заходил Давай, 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 давай Вот сюда Вот сюда Не, 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 не Ну Как бы это Я надеюсь, он будет долго ломать 64-й, конечно, не 80-й, да? Но, может быть, мы самца ещё 80-го или ближе к 80-ому найдём Мы попробуем так первый раз его начать приручать, да? А там дальше видно будет Наверное, ещё разок надо выстрелить А теперь можно им болосом Заболосать его Так, со стороны живота, по-моему Оу Это больно было О, покормил вроде Вроде покормил Через 50 секунд Через 58 он О, у нас, да? Тут место хорошее Я не знаю, это два раза я его покормил или один У меня их с два рейты стоят Сейчас я их опустил, да? С трёх до двух Потому что, ну Такое Сколько? 16 секунд? 15 Да, по-моему По 8% сразу идёт Есть контакт Есть контакт Давай-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да мне кажется ему лучше не подходить до радиус атаки у него конечно жесткий давай 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 может как-то продвинется или может быть попробуем ему рампу поставить в другую сторону только давай ну а это уничтожено типа считаем уже по поврежденной считается давай 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 может ты как-то сможешь таки поближе к нам туп вот это был полет не очень черт не складывается да они не 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 он внутри о ты внутри маленький ты внутри хорошо это самое главное и мы сейчас умрем что тоже ох ты быстро развернулся как как он так резко вообще я думал он будет медленно там сейчас поворачиваться долго и нудно но нет но хорошо блин после каждой смерти сбрасывается приручение там да как-то или потихоньку или ну короче побежали давайте окунемся хорошо что подмокнуть но тут вроде хищников никаких нет по дороге у меня лук еще есть со стрелами мы можем стрелами пока попичкать его немного по идее мы должны нормально его сабелька он не должен так быстро разворачиваться черт но главное что мы его засадили в ловушку это уже очень важно на ворон пока не смотрим пока не до них он-то будет ломать не эту ловушку и рано или поздно и и доломает по идее правильно нет в ловушке ходит хорошо я думал он вышел так хорошо мы можем конечно пойти еще стрел наделать как у тебя там я не знаю приручение или полностью сбросилась или куда но неважно что у нас с стрелами стрел много достаточно ли много вот в чем вопрос не она тут все-таки надо чисто дальнобойным чтобы совсем к нему не подходить да стрел нам не хватит у лука я имею ввиду тоже даже не хватит где-то я бы пропустил ну ну дух о да подача такая ты чё вообще смотрите что творит вот эта дальность у него я даже не знаю мы идем попробуем я от жары щас умер от жары ладно давайте сделаем болтов тогда к арбалету может быть даже еще один арбалет надо посмотреть что там нам надо кератин дерево флинт хайдсал короче много всего надо попытка номер три что ли да мишане еще пока живой ночью как раз будет хорошо потому что не так жарко будет а еще вопрос как быстро он сломает мне деревянный этот забор и тут у меня прям тревожные чувства какие-то сейчас с арбалетом я болтов надел много целый арбалет скрафтил новый чтобы ну наверняка не будем к нему подходить будет буду надеяться что не помру во время кормежки ну и голосов должно хватить еще бросать их научиться конечно так хорошо идем со стороны вот этой куда ты развернулся какого черта спрашивается я тебя не кормил и опять он развернул что за дичь вот это творится вот сейчас покормил вот если бы он так и лежал было бы замечательно может я так спрячусь типа будет норм хорошо еще успеем два раза наверное его покормить да запросто три раза не успеем точно так 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 есть 20 сек 22 было чё там да успеем и как раз будет нам пару секунд чтобы отойти от него подальше после кормежки но 30 процентов в легкую нам наверное придется его поглушать да так и отходим отходим перезаряжаем я же тебя кормлю маленький пью и кормлю да вот это приручение кнутом и пряником сначала до полу смерти его довели избивая а потом кормим печеньками вкусняшечками. Включим свет. Мимо. Я думаю, хватит, да? Да. Я не знаю, я покормил его или нет. Я не понимаю, что здесь за дичь творится. Я вообще... По-моему, покормил, да? Я вижу только... Ага, да перестань ты! Я надеюсь, он не будет здесь двигаться. Давайте пока броню наденем. Если он начнет сейчас рогом своим махать, то... Мы получим. Сочных тумаков. А тем временем черви наши портятся. Черт. Один раз только сейчас успеем покормить. Да, придется еще два раза его точно оглушать. А может успеем? 22 секунды. Нет, не успеем. Отходим сразу. Перезаряжаемся. Я уже предвкушаю веселье со слоном. Да. Так, бежим, бежим, бежим. Ну... Почему красным было написано? Ха. Странная фигня. Я уже был и начал думать, что что-то не то. Но вроде нормально покормили. Кормим. Хорошо. 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 Еще два раза успеем. Я думаю... Главное, не начинай махать рожком своим. 22 секунды. Должно хватить, да? Да, да, да. Хватает как раз. Еще один раз покормить. Но тут уже не важно. В любом случае придется его еще один раз оглушать. Да. Ну, нормально. Да, вот уже хорошо. Главное, не подходить к нему лишний раз. Ну, и мне кажется, мне везет, что он сейчас не агрессивный. Я не знаю, по какой причине, что я делаю так. Но меня это радует. Меня это более чем устраивает. Так, блин, вроде темнело. Я включил фонарь, а светло. По-прежнему. Так, хорошо. Отойдем. Подойдем. И я. Есть контакт. Фух. Ну, ты меня и напряг, конечно, малыш. Так, это у нас Т3. Надо седло Т3 пойти сделать. И мы теперь будем на этом носорожке гонять. Давайте поставим тут рампу одну. Ой. Ну, можно и так, в принципе. О, полетел как хорошо. А это мы оставим на всякий случай. Вдруг мы еще увидим здесь недалеко одного друга такого же. Так, сейчас пойду седло сделаю. И посмотрим, что там по статам. А, седло я не сделаю. Мне надо эту делать, да? Ой, я не подумал как-то. Точняк. И Т3 седла у меня нет. Нам надо в мастерскую эту... Кожевника делать, да? Надо сделать. Будет на корабле поставить тоже. О! Мяско. Я не против. Давайте Танри где-то вот здесь вот поставим. Я не знаю, оно тут ровно, неровно. Да пойдет, в принципе. Че. И нам надо Т3 седло. Барабаны нам не надо. Файбер хайт, металл... О, органической пасты надо. А вот это уже... Сложнее будет. Я бы даже сказал... У нас нет ее. И не из чего ее крафтить. На этом острове я ничего не видел. Из чего можно... А, я брал точно, я брал сап. Для... Хух, хорошо. Хорошо, надо только сделать эту ступку с пестиком. Как... Стоун... Так, так, так. Немного камня взять. Хорошо. Надо что-то выбросить. Кожу много насобирали. Хорошо. Пойдем сейчас загрузим. А ночью тут довольно холодно, да? Ну, как и в пустыне, в принципе. Днем очень жарко, а ночью весьма-весьма холодно. Поэтому тут у костра погреться самое то. Но я сделал седло для нашего носорожки. Давайте мы его примерим. Блин, я хотел еды выложить немного. Сейчас выложу. Надо будет потом все эти седла покрасить, да? Короче, статы. Очень важный момент. Это его статы. Полторы тысячи веса. Очень даже неплохо. Полторы тысячи здоровья практически. Тоже очень даже неплохо. Урон. Металл он из обычных камней не получает. Еще интересен момент с... Весом меньше, да? Камни у него весят. У меня в инвентаре 72 кило, у него 54. Ну, не намного меньше, конечно, но меньше. Так, эта атака была... Левой клавишей. О, кстати. А вот это вот чарж, да? Сбоку, справа. Красная такая эта. Он хотя бы, ломая деревья, получает дерево и солому. Потому что Мишаня не получал дерево и солому. Ломая большие деревья. Только мелкие, когда лапой бил. Давай посмотрим. Нет, кто у нас с восьмого левела. О, нет. Крюком мы его не будем. 99 урона. На ПКМ атаки у него нету. Стоп. Это 99 урона, наверное, с разбега небольшого. А этот мясо не получает. А этот мясо не получает. Я понял. Так, по левелапам. Урона прибавляется столько же, сколько и Мишаня. Меньше 1%. Что как бы, ну, такое, по-моему. ХП тоже, да, где-то около того же, что и Мишке идет. По-моему, чуть-чуть больше здоровья прибавляется. И чуть-чуть больше веса тоже прибавляется. Я, наверное, пока что... А, кстати, по стамине. Надо посмотреть, что по стамине. Но я пока в любом случае немного его в ХП вкачаю. Жалко, что он мясо не собирает. У тебя нету какой-нибудь? Нет больше другой атаки никакой. Ни на С, ни на... Да, ничего. Жаль, жаль. Но в любом случае очень даже неплохо. Соль может добывать. Кактусы. Дерево мы, по-моему, быстрее добываем обычным этим паром, да? Хотя тут зато поровну идет дерево и этого. Ну, ладно, не очень поровну. Не, меня устраивает, да. Да, да. С этим товарищем можно работать. Это интереснее. И не нужно переживать за вагон, который ломаться будет, да? Постоянно. Но вагон, конечно... А, кстати, например, тоже дерево. Давайте посмотрим. Кактус мы эти повыбрасываем. 80 килограмм у него и 80 у меня. Да, только на камень... Немного меньше веса идет. А металл... С металлом пока неизвестно. Потому что... Тут ноды металла поискать надо. У нас там корова была, альфа. Может, пойти ее попинать? Подкачаем... Как раз носорога. Ну, конечно, это более неповоротливый такой. Это все обычный вроде камень. Да, похоже. Пойдем поищем альфа-корову. Ночную вылазку сделаем такую. Хотя... Нам бы неплохо было бы еще... Блин. Но она не будет качаться, 112-го ворона. Так-то она неплохая. Плюс прибавка к ней пойдет... Весьма бодрая. Но я лучше возьму... Уровнем пониже, но такую, которая будет... Качаться. Желательно вот 80-го. Ну, давай, залазь. Мишаня, конечно, более такой... Бодрый, подвижный, что ли. Так. Корову альфу я не видел. А, да, кстати, еще вот фишка... Носорога в том, что ему деревья вообще по барабану. Вон, по-моему. Коровка. Давай, 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 давай. Пам! По 47 урона. Ничего себе, коровка тут... Вламывает. И стамины нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А, все, коровку попустила. Хорошо. 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 Помереть от альфа-коровы было бы... М-м-м... Сильным. Очень сильным. Наверное, надо стамины все-таки взять еще немного будет. Так. Давай еще разок. Повторим. Повторим. Ну, кстати, да, большой рог. Штука хорошая. О! Надо в стамину будет парочку очков вложить. Точно. Лошадки тут еще досталось. И страус сейчас достанется. Но он молодец, он решил уйти и правильно сделал. Сейчас уже практически добили. Я не хочу усиление включать, чтобы больше опыта получить. Ребята говорят, что можно альфа оставлять, они будут вроде как лечиться, да, и можно будет их пинать еще, и еще, и еще. Но мне кажется, смысла нет никакого в этом. Они спавнятся как дурные и так. Так, пять уровней. Давайте возьмем... Три единички в стамину. Ну и, наверное, парочку единичек в вес, потому что камень собирается довольно бодро. Дерево тоже. Соль одна и другая тоже, да. Ну, мне на самом деле сейчас камень не нужен здесь, на этом острове. Мы уже, ну, собрали весь нужный мне камень. Там вон лев 56-го. Я вроде недалеко. Давайте попробуем. Этого льва. Мне кажется, что... Вот он не попробовал запрыгнуть, да, и... Жалко даже немного. Будут ли меня львы сбрасывать с носорога? Вот что интересно. Это кобра была. Кобра неинтересна. Давайте вот того баранчика запустим в космос. Ну, он, правда, мертвый уже полетел в космос. Мне нравится носорог определенно. 142 урона, да, с чаржа. Я не знаю, это максимальный разгон был у нас или не очень. Но урон пошел хороший. Так. А, это я ловылапнулся уже даже, да? Это хорошо. Это интересно. И я пока себе, наверное, вес добью. До 600 красивых. И, как я говорил, хочу вкачать... До гидра. 38 очков. Одно очко осталось. И все, больше нам ничего не надо. И у нас еще один уровень, по идее, да, наберется. Да, до 51 мы докачаемся. Еще там 40 очков добавят. Наверное, или около того. Но тратить их пока не на что будет даже. Так. Я, наверное, вот эту сороковку, я на нее уже третий раз смотрю. Все же того. Вот за камнем спряталась, зараза, где-то. А, это стеревятник как раз. Стеревятник пусть этот останется. Летает тут себе. Вроде не мешает особо пока что. Вот эту 112 тоже, наверное, надо грохнуть. Чтобы новые респаунились вороны. Там какой-то зверинец. Лошадь, я думаю, пока мне не нужна. По-моему, вот это вот кусочек металла. Но, нет, это, походу, чистый кремний был. Который здесь в виде базальта. Да. Самочка 64-го и появился еще где-то самец, да? 12-й, черт. У нас наша и так самочка, поэтому нам нужен именно сам... Так, еще третий тут есть. Вот он-то нам и нужен. Только надо теперь как-то от вот этих избавиться, да? Это практически идеальный кандидат. Беру. Не, недалеко от ловушки. А тут, правда, какие-то скорпионы бегали. Другой носорог их гонял, но я с ним разобрался так. Надо отходить. Чтоб не сагрился тот. Они меня хорошо так выкидывают туда, куда надо. Молодцы, молодцы. Надо будет сейчас только сделать больше рамп со всех сторон, чтобы удобнее было заходить. Носорогу. Я еще единственное, что не проверил, как много они веса на корабле занимают. Мы сейчас тут, конечно, можем сделать целый этот... Ну и в ковчег, конечно, да? Но потянет ли... Где моя ловушка, кстати? Я что-то не вижу ее. Давайте пока тебя вес докачиваем до 2000, там посмотрим. И этот фонарь у меня включен, сейчас темнеет, да? Ничего не видно. Так... Что-то я... Потерялся тут совсем в темноте. Но главное сейчас из игры не выходить. Чтобы это тело не пропало. Нам оно нужно. А, вон, вижу. Так, хорошо. Давайте сделаем... Еще рампы. С той стороны, наверное, да? На всякий случай. Первым делом. Ну, давай-давай-давай. Вот так. Вот так. Поднимаем. Я думаю, тут нормально можно будет зайти. Но на всякий случай давайте одну сюда еще добавим. И, может быть, где-то с этой стороны. Ага, у нас только одна осталась. Я, да, понял. Ну, ладно. Я надеюсь, этого хватит. Теперь нужно... Как-то заманить сюда того носорога. И так, чтобы этот... Не пострадал при этом. Так, стой здесь. Поставлю тебя на пассив, наверное. Русская раскладка включена. Черт. Хорошо. Не буду надеяться просто, что здесь не будет пробегать каких-нибудь львов. Со всем остальным мы справимся, я думаю. Стрел хватит. Болосов хватит. Редиски... Репы хватит. Все перебрал. Будем надеяться, что мы сможем его сейчас сюда заагрить. Будем только убегать сразу. Где он там? Малыш. Нет. О. Я сразу побежал. Не хочу я там связываться. С ним особо... Мертвые эти у нас тут. Так. Он даже если отагрится, то не страшно. Даже лучше, чтобы он отагрился. И по чуть-чуть, по чуть-чуть его будем выманивать. Вот вроде бы и отагрился. Сможет ли он здесь потом забраться? Сомнительно. Надо его поднимать где-то с этой стороны как-то. Блин. Мне не нравится это. О, там кто-то моего носорога бьет. Муравьи, наверное, проклятые, да? Я пойду сначала с ними разберусь. А, это... Нет, носорога бьет моего. Да, да, да. Подлечим его. Попробуем еще разок. В принципе, носорог там довольно неплохо в горе застрял, да? Похоже. О, в воде, в горе. Мы его, может, сможем так издалека порастреливать болосом за это самое. Ну, опасно на самом деле. Сейчас он развернется. Ты далеко вообще поплыл? Иди сюда. Блин, я хочу тебя очень приручить, но... Камон. Может быть, он там сейчас сможет выбраться. О, он, кажется, выбрался. Я слышу, как он бежит. Нет, он, кажется, снова упал. Ну, или что-то типа того. Нет. А, блин. У тебя так хорошо получалось. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- будут тебя приручать так не спеша я до морда твоя не достану типа ну не поворачивайся только не надо внимательно смотрим на время и убегаем как только будет возможность в общем убежать еще 8 секунд 7 покормил покормил хорошо 40 секунд у нас еще есть еще один раз в корме мы отходим лучше будем его дольше да надежнее приручать чтобы он нас не убил и не спала не спал весь прогресс приручения а там может он выберется как-то да мы его сможем загнать в этом все я пошел он по идее сейчас отагрится топиться только не надо ну работает вроде пока покормил покормил хорошо вот это вот больше всего наверное бесит пусть он уже машет своей головой да мы нашли место но пусть он машет все время и не телепортируется сторону покормили еще один раз наверно да и отходим главное не застрять здесь где-то вместе с ним 22 36 будет у нас 15 секунд подождем подождем он не 15 да но подождем еще раз успеем покормить 2 1 кормим я надеюсь все покормил но проверять уже нет времени хорошо работаем блин по моему я не покормил его тогда по моему не покормил ну ладно но дело идет самое главное он не может отсюда выбраться никак и мы получим еще мужика нашей самочки причем мужик практически идеальный будет у нас минута у нас есть еще и надо мне ворону будет приручить еще туда чтобы совсем хорошо было и можем отсюда уплывать жирафа наверное не будем мне кажется что жираф нам не нужен так 40 сек один раз кормим и уходим 2 1 покормил хорошо ухожу перезаряжаемся будем надеяться что он нас не грохнет сейчас нам последний раз остался по моему его помучать давайте настреливаем еще один выстрел волос и кормим мы должны ух я не знаю я покормил его или нет я не вижу его рта а покормили мы в прошлый раз его хорошо и сейчас покормили мы как раз должны успеть сейчас его приручить но процесс достаточно простой оказался даже легче чем загонять его в ловушку было так 40 секунд да мы успеваем прекрасно его домучать бедолагу лишь бы там муравьи не сожрали того нашего носорога надо будет сейчас посмотреть быстренько 4 4 3 2 1 0 есть фух побежали малыш побежали как ты будешь выбираться только отсюда я не знаю давай можем наверное вот так по берегу просто пройтись надо было у того может седло даже забрать но я думал я буду приручать его там где-то поближе поэтому давай 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 а теперь вот здесь наверх поднимешься нет не поднялся а стоп это я ему да 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 не ту кнопочку не тот свист прожимал живой вроде стоит вроде стоит хорошо чудесная пара давайте посмотрим на статы вот этого товарища теперь уже очень интересно стамины меньше хп меньше все в еду ушло кажется но мели дэмэдж больше заметно больше вес примерно такой же плюс минус но хп реально меньше ух на 300 чем было да у той подруги стамины на сотню меньше а вес по-моему 1600 и было у этой да дамочки я прокачал его пять раз но мели дэмэдж больше давайте посмотрим седло да можно с тебя забрать и тебе его надеть деть так пошли посмотрим посмотрим сейчас ну по моему даже соломы с дерева добывает больше за раз чем тот шестьдесят четыре урона отлично у того было 45 и девяносто девяносто пять было с полным с максимальным разгоном давай ворон еще чтобы нормальная была нет а у этого с разгоном у этого не с максимальным даже больше двухсот заряжает хорошо качаем да ему надо хп вложиться пока просто капитально чтобы он не помер у нас тут случаем а теперь надо попробовать загрузить этих двоих товарищей на корабль и так чтобы мы не утонули при этом так все за мной будем вас сейчас паковать подругу так точно запакуем а на мужике еще немного погоняем покачаем его так вот с тебя мы пока седло снимем сейчас посмотрим как мы подругу твою при о есть контакт так теперь мне бы пройти сюда всем стоять корабль не тонет вес корабля это нет это вес носорога скорее всего корабля нормально нормально с этим с этим можно будет работать пошли за вороной наверное еще поищем походим попробуем только выбраться теперь да хоть куда нибудь давай уже жалко не прыгает носорожек оп оп ты за мной ну нет не телепортнешься к нам сюда никак сейчас разберемся тут у нас альфа страус давайте попробуем нормально а тем временем я уже достиг максимального уровня последний лава лапчик куда мы его вложим наверное пока что просто в здоровье потом если что сбросим себе таланты а кстати да у нас есть респек и последний я потратил да 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 вот эта вот кнопочка позволяла сбрасывать таланты каждый раз после лава лапа давайте знаете мы что сделаем максимум венту сейчас вкинем для разнообразия дальнейшие сбрасывания таланта будут у нас а и тут все сбросилось же что же ой черт это конечно не очень удобно дальнейшие сбрасывания таланта будут у нас уже при помощи во 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 смотрите кстати да найдите больше открытий чтобы повысить уровень максимальный 20 это у меня 20 или мне нужно 20 сделать ну короче не важно тут мы разберемся мы главное что нам скиллов хватает чтобы выучить все взяли 200 инты сейчас ищем ворона чтобы получить еще больше инты от него и пока в таком билде будем ну и будем потом золото собирать да с кораблей и с каких-нибудь других мест поищем может быть клад где-то выкопаем я хотел еще носорога лава лапнуть да может быть начнем как-нибудь клады уже потихонечку клады да и и фармить и на них будем золото поднимать потом можно будет респектнуться еще если захочется куда-нибудь во что-нибудь но для крафта самый лучший стат естественно именно инта а крафтить нам придется еще много так давайте сколько тебе мы здоровья сделаем я даже не знаю давай 1100 пока вот так вот пока остановимся на этом стамину надо было бы ему тоже наверное вкачать немного что там а и все вывалилось у меня из рук тоже да о как где моя труба подзорная что там по воронам вроде еще вторая была где-то это не ворона это чайка проклятая так 76 уровня ворона я вижу но местечко тут неприятное вот там за холмом коты обитают но будем пробовать подождем пока он присядет накинем на него клетку и будем аккуратно его пытаться приручать аккуратно все малыш ты попал так черви я их выкладывал они в холодильнике у меня оказывается лежали какое-то время давайте немного поедим так ну и буду аккуратно тебя пытаться спинать сейчас кстати темнеет можно броню уже одеть так пассив самое главное забыл сделать все пассив хорошо не следует за мной ничего все в порядке так волосы надо вытянуть тоже они сейчас пока еще погоди 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 Вот, блин, как тебя бить-то? 7% Да, не густо Не намного лучше, чем ягодами Ну, хотя нет, намного ягодами Там по 3, по-моему, прибавлялось, да? Ой-ой-ой Где там твой клюв? Открывать клетку Ни в коем случае нельзя Надо будет покопать Может быть, немного Надо было больше червей запасти Ну, как бы и то хорошо В отключке неизвестно, сколько будет ворон А, минуту еще А теперь надо место найти Вот так, хорошо За минуту мы скормим всех червей ему Фонарик у меня где-то был И мы на самом деле можем уплывать отсюда уже Мы получили здесь все, что можно было Ну, может, не все, конечно Но все, что я хотел, как минимум Ресурсов набрали, которые, да, вот именно на этом острове есть Ну, в этом климате, точнее И это самое главное Ну, и животных, да, приручили Это самое главное, пожалуй Носорожков для разведения Неплохих более-менее И главное сейчас еще, да Чтобы ворона выжила Ну, и что, ты прозвернулась, да, типа? Я понял, ладно Отдыхай Ну, и где твой рот? Ну, ты шутишь Может, эти ягоды не ест? У тебя есть другие? Нет Может, реально проблема в этих ягодах? А, нет Нет, вон было, по-моему, покормить Да, ест эти ягоды тоже хорошо А их сколько? Шесть штук у нас Не густо Да, там по три процентикам получается Так, тут Где-то должны быть кусты По-любому С этими ягодами Давай Ну, куда ты застрял? Ну, давай Вон там я вижу Или такие Какие вдруг Больше понравятся Побежали, побежали, побежали Сколько там клетки еще прочности у нее-то Ого Надо ремонтировать Для ремонта Куча всего надо Буду надеяться, что не доломает Будет смешно, конечно Она не доломает Так я доломаю, да? А я урон не наношу Ну, ты шутишь? Давай О Я надеюсь реально, что я урон не наношу клетки Ух ты Девяносто восемьдесят Прочности осталось Ааа, блин Так, сиди здесь Сиди здесь Нам надо пойти У меня есть вот это Есть Дерево У меня все равно Какого-то этого нету Кератина Надо какую-то змею найти Взял и клеток запасных На всякий случай И немного материала Посмотрим Сможем ли мы починить Так-то клетка ремонтируется В этом Смите Через минуту сможем Поремонтировать А Приручение Ооо Да, сейчас в ноль Все уйдет Так Лопаты В руки И пошли копать Червей снова Клетку ремонтирую Я четырех червей Только что выкопал Водички попил Меня это даже удивило Что Повезло так Может быть повезет Еще выкопать Пока я копал Червей Птенчик Наш Тайп Помер Клетка Вот Уже практически Доремонтировалась А Птица нет Причем я не знаю Как она умерла Наш этот Друг на пассиве Хищника Вроде никаких Не было Я вот тут Буквально Чуть выше От него Копал Червей Да Непонятно Ну ладно Тогда еще Покопаю А там Посмотрим Поищем еще Я конечно Не спец Но мне кажется Что если копать Червей Прямо вот на этом Фонтанчике То они чаще Попадаются Ну Может просто Повезло Потому что я сейчас Один за одним Просто выкапывал Червей Уже 20 штук Накопал Давайте сейчас Передохнем Еще попробуем Лопату эту Доломаем Ей немного Осталось Ну пока только Корни идут Не Наверное Слишком много В этой серии Времени Уделяю Копанию Червей Пожалуй Да Ну давай Еще разок Выкопаем Да я пойду